Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня пожар из-за поднявшегося ветра усилился. Несколько туристов оказались в районе лесного пожара в Ганачхирском ущелье. Поиски усложнял густой дым, который ухудшил видимость. Сегодня вечером люди выведены из зоны опасности спасателями МЧС России. При этом близлежащим населенным пунктам ничего не угрожает. В районе лесного пожара в Ганачхирском ущелье выведены спасателями МЧС России в безопасное место в район озера Туман-Лыбкёль. Их жизни ничего не угрожает. Продолжается тушение лесного пожара. Проводится наращивание группировки в соответствии с планами тушения лесных пожаров. Организовано взаимодействие со всеми необходимыми силами средствами территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждений ликвидации ЧАЭС Карачаево-Черкесской республики. На тушение пожара привлекаются 64 человека, 12 единиц техники. От МЧС России 18 человек, 6 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется. Сегодня в Карачаевске прошло традиционное августовское совещание работников системы образования Карачаева-Черкесии. Для более детального обсуждения актуальных вопросов региональной системы образования в работе площадки педагогов принял участие и глава республики Марашид Тимрезов. Подробнее Ахмат Халкечев. Рабочую часть встречи предварили гимнами России, Карачаевой-Черкесии и торжественным занесением государственных флагов страны и республики. Вначале Рашид Тимрезов поздравил всех собравшихся с Днем флага России. Затем глава республики отметил, что школы региона уже начали работать по единым федеральным программам. Также с 1 сентября текущего года во всех школах начнется изучение новых учебных предметов. Основы безопасности и защиты родины – труд и семейведение. Новые дисциплины призваны формировать у подросающего поколения целостного отношения к семье, самореализации и к своей стране, подчеркнул Рашид Тимрезов. Сегодня уже все наши школьники, учителя, родители хорошо знакомы с проектами «Разговоры о важном» и «Россия о моих горизонтах». Все это делается для того, чтобы дети не заучивали факты, даты, понятия, а по новому журнему динамику, который их окружает. Познакомиться со своими современниками, участниками СВО, а также культурным богатством и традицией нашей великой страны. Глава республики также отметил важную роль формирования единого воспитательного пространства и поведал о том, что совсем недавно республика получила обновленные учебники по истории для десятых классов. По инициативе класса «Убектов Северо-Подказского федерального округа» учебник был переиздан, и в нем теперь объективно изложены исторические факты, в том числе касающиеся депортации карачаевского народа. «Я хочу поблагодарить министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Краснова за его личную поддержку в этом вопросе, а также за его помощь в развитии системы образования нашей республики». Одним из приоритетных направлений глава Храчаевой Черкесии обозначил совершенствование образовательной инфраструктуры. Сейчас в республике активно идет строительство сразу нескольких новых школ. К началу предстоящего учебного года откроется новая школа на 960 мест в селе Учкекен. А до конца текущего года будут достроены школы в аулах Адыгейхабль, Хабес, Станица-Кардоникская и в городе Черкесске общей мощностью на 1500 мест. Также в регионе реализуется программа по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений. Уже отремонтировано 47 школ. В этом году начат работу еще в 15. К концу 2025 года будут капитально отремонтированы 62 школы республики. Ну и, конечно, в работе совещания был запланирован приятный момент. Педагогам, посвящившим большую часть своей жизни делу обучения и воспитания подрастающего поколения, глава республики присвоил почетное звание заслуженный учитель Карачаева-Черкесии. Конечно, это особая честь. И я сегодня горда тем, что я получила эту награду и благодарна всем за высокую оценку моей работы. Сегодняшняя награда будет мне, например, напоминать о тех нелегких, но замечательных минутах, которые привели меня к этому успеху. Особые слова благодарности Рашид Тимрезов адресовал учителям, активам российских комитетов и учащимся, оказывающим поддержки нашим бойцам, находящимся в зоне СВО. Также он подчеркнул, что ключевое место в структуре нового единого воспитательного пространства должна занимать патриотическая работа с молодежью. Ахмат Халкевичев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Глава республики Рашид Тимрезов оценил сегодня готовность к началу нового учебного года средней школы номер 5 Карачаевска, где произведен капремонт. А корпус для начальной школы практически построен заново. Здесь проведены масштабные работы по отделке помещений, замене инженерных систем, оконных и дверных блоков. Установлен подъемник для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Модернизированный пищеблок и столовая. Благоустроена территория. Ведется строительство умной спортплощадки. Уже 1 сентября школа распахнет свои двери для 450 детей. Сейчас прогноз погоды от синоптиков. После продолжим. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременный дождь в отдельных районах сильный, с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер восточный 6-11, температура ночью 15-20, в горах до плюс 15, днем 26-31 и местами до плюс 23. В большинстве районов высокая пожароопасность. В Черкесии переменная облачность, кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 6-11, температура ночью 18-20, а днем 29-31, градусов тепла и высокая пожароопасность. Сегодня день государственного флага России. Жителей с праздником поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Триколор является символом свободы нашей страны, ее мощи, верного и непоколебимого движения вперед по выбранному пути. Бело-синий-красный флаг знаменует собой единство всех многочисленных народов, этносов, конфессий, живущих в едином доме под названием Россия. Для каждого из нас честь быть частью государства нашей великой Родины. Черкесск сегодня отметил день российского флага красочным флэшмобом на главной площади республики и 60-метровым триколором. Альбина Ламкова продолжит тему. Я слава делаю шаг, я и поднимаю твой край, сквозь твои ветры, ни копны, ни бери от царства. На главной площади республики участники акции развернули большой триколор – символ единства страны. Празднование дня государственного флага началось с исполнения песни «Флаг моего государства». Несмотря на летние каникулы, на городской акции было многолюдно. Отметить праздник пришла молодежь общественных движений региона, воспитанники детских, музыкальных и общеобразовательных школ Черкеска. День флага Российской Федерации объединяет людей и помогает укрепить чувство патриотизма. Гордости за свою страну и уважение к ее истории отметили организаторы мероприятия. Все мы – жители огромной, необъятной страны России. И мы все гордимся, что мы живем и учимся под символом нашего государства, под цветами триколора Российской Федерации. Затем состоялось торжественное шествие с флагом Российской Федерации. Участники мероприятия направились к стеле дружбы народов Корчаева-Черкесии. Тут праздник и продолжился. Создался большой флешмоб. Талантливая молодежь выступала под патриотические песни. Отмечая День государственного флага, мы ощущаем себя частью Великой Державы, отмечают участники праздника. Каждый праздник российский, он поддерживает наш патриотизм. Горжусь, что моя страна так хорошо процветает, и вся Европа завидует нам, и от зависти кусает губы. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести Корчаева-Черкесия. Сегодня, в День государственного флага, в республике состоялся автопробег – российский триколор. Участники акции приехали из города Черкеска в курортный поселок Дамбай. Остановились в Тиберде, где прослушали занимательную историческую лекцию о российском триколоре. Участники патриотического мероприятия отметили, что это возможность показать единение народов республики и в очередной раз заявить о своей гордости за нашу страну и нашу историю. Организатором мероприятия выступило Министерство по делам молодежи Карачаева-Черкесии совместно с «Оно. Моя карьера». Подобные акции будут проводиться в республике ежегодно. Только за один неполный август на дорогах Черкеска автоинспекторами зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Столько же было за первые пять месяцев текущего года. Полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение различных видов дорожных происшествий. На одном из рейдов побывал Артур Мкце. Кинолог и его четвероногий напарник проверяют остановленные автоинспекторами транспорт на наличие взрывчатых веществ. Безопасность участников дорожного движения превыше всего. Даже если кому-то из водителей или их пассажиров что-то не нравится в работе стражей порядка. Черкесские сотрудники полиции на регулярной основе проводят такие рейдовые мероприятия. Тем более, что направлений для проверок немало, да и статистика того требует. У нас сейчас рост дорожно-транспортных происшествий, именно касающийся детского дорожно-транспортного травматизма. У нас зарегистрировано только за август месяц текущий, да? Уже сегодня у нас по сегодняшнее число у нас семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семь детей. Это очень серьезная цифра, чтобы было понятно для сравнения. За первые пять месяцев 2024 года у нас всего было семь, то есть за пять месяцев. А тут у нас получается меньше, чем за месяц у нас уже семь детишек получили ранения различной степени тяжести в ДТП. Причин для подобной неутешительной статистики немало. В первую очередь нарушение водителями проезда перекрестков скоростного режима. Чаще вина лежит на взрослых. Некоторые дают несовершеннолетним самим управлять транспортным средством. Или вместе с ними переходят проезжую часть в неположенном месте. Нынешняя профилактическая проверка полицейских направлена в первую очередь на информирование нарушителей о недопустимости необдуманных действий, которые могут привести к печальным последствиям. Если же говорить об общей статистике дорожных происшествий, то за первые семь месяцев на территории республики зарегистрированы 72 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом на пешеходов, в которых два человека погибли, еще 34 получили ранения различной степени тяжести. Считаем, что подобного рода рейдовые мероприятия, которые проводятся нами, будут способствовать тому, что таких вот происшествий неприятных у нас будет в республике насколько можно меньше. Ну, в частности, если мы берем город Черкес. Если каждый из нас, каждый взрослый, каждый родитель, брат, сестра, старшая, каждый будет начинать себя и своим личным примером будет показывать детям, как правильно, вот элементарно возьмем, да, правило пересечения проезжей части, если будет показывать, как правильно через дорогу переходить, то есть остановившись, посмотрев налево, посмотрев направо, убедившись, что транспорт пропускает, или же его на данном участке автодороги нет, только в этом случае, если человек будет переходить, естественно, ребенок уже это будет видеть и будет считать это за правильный переход, да, и, соответственно, в дальнейшем будет уже этому примеру следовать. Полицейские настоятельно рекомендуют и водителям, и пешеходам относиться уважительно ко всем участникам дорожного движения. В первую очередь следовать букве закона, а не личным интересам. К примеру, не парковать свой транспорт на зебре, мешая пешим людям ею воспользоваться. Тогда и у автоинспекторов к ним будет куда меньше претензий. Артур Мкцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Возвращение». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!